Ничего я в вас такой влюбленный не знаю. Сегодня выпуск о засапожных ножах. Или как говорят у нас в Одессе, на украинской мове, за халявный ниш. Что вы делаете, когда вы хотите узнать что-то о ноже или предмете? Вы вводите в поисковик засапожный нож Вики. У вас тут же ссылка на Википедию, вы открываете ее, и тут же вы видите, что засапожный нож еще с XII века в слове о полку Игореве упоминается дословно, что наш князь Ярослав Всеволодович рассказывает, говорит, мы засапожниками искрошим полк врага, даже не дойдя до щитов. То есть, как может понять обычный человек, что искрошат просто ножами, за сапожниками, никаких пояснений, ничего. И тут уже толкуют люди как хочет. Пропаганда работает, что были ножи, а бреки впереди такие с ножами, что врывались там в ряды, просто вырезали без кольчуги, без щитов, людей там полностью просто ножами, да. Ну, и известна же эта вещь, кто такие сапоги вообще, из-за сапожники, кто такие были. Сапоги, значит, ну, лингвисты работают, да, вот там девочка одна рассказывает, говорит, когда я прорабатывал этот вопрос, смотрю, там в каких-то там летописях где-то написано, что, типа, едет караван купцов и выбегают бандиты. Ну, тут один из караванщиков кричит, говорит, а спинемся и в сапоги? Ну, она не может понять, спрашивает там у деда, дед говорит, а что такое вот в сапоги, что бегут они в сапоги, говорит, что-то. Ну, а спинемся, понятно, что они становятся спиной к спине, ну, а как при этом бежать, когда спиной к спине, это как тот анекдот, как рыбаки по кругу грелись, да, вы помните, да, такой не очень приличный. Ну, в общем, встали они спиной к спине и в сапоги. Что же такое сапоги? А дед говорит, говорит, сапог, это, говорит, дубинка. Вот эта вот большая дубинка с частью корня, если вы помните сказка «Морозка», да, когда они там на Ивана напали все вместе, он берет эти дубинки, как кинул, они аж приземлились зимой, да, помните этот момент? Вот эти дубинки, с которыми нападали вот эти бандиты, называется сапог. То есть в подразделениях того же князя Ярослава Всеволодовича, ну, как и в последующих дальнейших битвах, были такие люди, самые первые ряды, вот. Самая нищета, борзота, там, деклассированные элементы, скажем так, которых крестьяне там бесхозные, бесщие, в общем, ставили в самый период, перед щитами. То есть были щитами вооруженные в кольчуге люди, их назвали защитники еще, потому что они стояли за щитами. А перед ними вот это мясо стояло, значит, которое кидалось с сапогами на войско, то есть ту же конницу, еще что-то, то есть как бы замедлить чуть-чуть продвижение этих людей. То есть засапожники — это вот люди, которые с дубинами, с сапогами стояли перед защитниками, получается, да, вы поняли. То есть кто шел в эти засапожники, вы поняли, да? Отсюда куча пословиц, сохранившихся до наших времен. Значит, пьян как сапожник, ну, вы поняли, да? Значит, это люди, которые, значит, во-первых, они шли, их кидали, когда в битву, ну, трезвый человек в такую битву не сможет, побежит просто и все, да, значит, они там напивались перед этой битвой, ну, как обычно, на передовой фронтовые 100 грамм даже отсюда пошло, да, вы поняли. Даже были в случае описаны, значит, с мухомурами, если не было денег на выпивку, в общем, полностью готовые, там, угашенные стояли берсерки с дубинами, которые кидали на первую линию, да. Сапожник без сапог, отсюда тоже та же самая пословица, значит, сапожник, это человек, да, вот, который воюет в этом подразделении, и без сапог, потому что это была самая нищая прослойка населения, там, в лучшем случае были плетеные лапти вот эти, да, какие могут быть сапоги у сапожника, то есть это уже в наше время уже, как бы, что человек профессии не имеет то, что он сам делает, да, но реально это было, сапожник без сапог, это вот эти вот первые подразделения самые нищие, без, соответственно, сапог на ногах, вот, то есть он умелось бы понять, да, в двух интерпретациях, как дубина сапог и как сапог, который... Кстати, сапоги в время назывались в основном острогами, то есть они были с острыми носками, там, загнутые, что еще там, пьянком сапожник, сапожник без сапог, дошедшее до наших времен звание в армии советской, то есть были пиджаки и сапоги, да, вы помните, то есть пиджак это тот, что после вуза пошел офицер, да, служить, а сапог это, соответственно, строевой, который заканчивал непосредственно военное училище, вот, но имелось в виду, скорее всего, не просто сапог, что он вышел оттуда в обмундировании, а именно самое тупое, самое такое дуболомное, вы же понимаете, когда человек пошел сразу в училище и потом пошел служить, там, ну, понятно, да, интеллект. То есть вот эти вот, в кино когда сидели, сапожник кино, давай, да, сапожник, почему он сапожник, который, где сапожники, где кинопроектор, да, и в этом же смысле, что ты дубина, стоеросовая, включи нам кино уже, сколько можно, да, то есть вы поняли, слово о полку Игоря, это все известно историкам, лингвистам, что кто такие за сапожники, сапоги, но, тем не менее, пропаганда продолжает работать, что наши войска еще в 1185 году крошили, убивали, там такие были берсерки, что там им не надо было никакого вооружения, просто ножами всех изрезали. Что же происходит у нас с ножом? Значит, реально, люди пытаются, там вот есть ролики, там на ютубе, когда люди пытаются где-то каких-то архивов что-то найти, какие-то чертежи ножей, нету никаких ни раскопок, ничего, то есть какого-то там человека, боярина с колодца вытаскивают в сапогах, эти сапоги сохранились, это есть, а ножей за сапожных нету, вот, то есть они рассказывают, что нож там, кто-то говорит, там четырехгранного сечения, кто-то говорит, длинный 25 сантиметров, 7 миллиметров в толщине, 2 миллиметра, то есть полностью параметры, грибочек на тыльнике, то есть чтобы там у нас завязанный кожаный такой, завязанный кожаный такой темляк, чтобы было удобно и сапога, в общем, варианты такие, рассказывают то, чего реально не было, то есть ни в одном захоронении, нигде нету празасапожные ножи, и этих сохранившихся засапожных ножей нету, это чистая пропаганда российская, которая, начиная еще с Первой мировой, как вышел перед этим, нашли вот это слово о полку Игоря, якобы написано, это Мусин Пушкин, в общем, говорили, что это скомпонованная компиляция такая, с каких-то слова о полку Игоря специально, чтобы поднять моральный дух российских солдат, да, было сделано, вот, скорее всего, так оно и было, вот, и дальше это продолжается до сих пор, то есть если вы зайдете на страницу Википедии, вы увидите, что висит это до сих пор за сапожники, объяснение, что нож с 12 века, ура Россия, ну, в общем, вы поняли, да, пропаганду, когда же реально появился засапожный нож? Засапожный нож массово появился, когда появились сапоги, вот, а сапоги появились в конец 18-го, начало 19-го века, то есть люди ходили в лаптях, еще кроме лаптей, как бы, был вариант, люди носили поршни или постолы на украинской мове, как у нас говорят, значит, что это такое? Это на ногу одевалось кусок кожи, и кожа же продевалась вокруг и завязывалась, вот, ну, что еще там человеку надо, там, грязь месить, да, и то это кожаные эти постолы, там, он мог одевать, там, когда в городе, там, по доскам, там, ходить, по тротуару, да, а там у себя в деревне в этих лаптях месяц, он, грязь и все, вот, то есть, реально благосостояние человека уже выросло, более не менее, люди начали появляться в городе, это 19-й век, то есть даже в 15-м веке сапоги, чтобы шить, это нужен был мастер, в общем, специально, и стоило порядка 7 пудов ячменя или 25 килограмм масла, то есть, соответственно, вы поняли, да, это не дешевое удовольствие, тем более, когда там люди жили в проголоде, и там семьи умирали от голода, да, понимаете, да, тогда люди жили, голод, там, как бы распространенное было, явление дожить до урожая, это целая история, вот, и позволить себе сапоги ходить, чтобы потом, вот, нож в них положить, да, ну, смысл там, ну, то есть, люди, когда уже жили в городе, там, более не менее, там, какая-то чистота, тротуары, ходят на работу, тогда они уже покупали себе, зарабатывали, покупали себе сапоги, ну, мы не говорим, там, о дворянах, там, богатых купцах, они могли себе позволить, да, эти сапоги. Соответственно, человек в городе, да, вы поняли, на заработках, там, строители, фабрики, обязательно он ходил, значит, у него что? Значит, во-первых, ремней никаких не было, да, вы поняли, здесь широкие штанины, тут завязанный нгашник, там, вот, крыл, завязал, там, спустил, там, если надо, штаны, и все. На ногах у тебя на портянке одеты сапоги, соответственно, с собой у тебя нож и ложка деревянная, вот, без соли ножа и ложки тебя, и не покормят нигде, ты не сходишь, это не то, что, да, сейчас ты зашел, там, кофейку, столовая, там, остальное, надо с собой всегда это иметь. Вот, отсюда, соответственно, и вот эти вот засапожные ножи, вот, как бы, это, как бы, предмет быта, скажем так, это никакое не оружие, просто одежда обычного человека, то есть, обязательно, шляпа, капелюх какой-то, да, у него штаны, сапоги, нож, ложка и соль с собой. Посмотрим теперь, разберем экземпляры некоторых ножей, которые бы я хотел вам рассказать. Чем же народ пользовался, которые можно, ножи, которые можно классифицировать, как засапожные? Ну, это всевозможные подделки мастерских, артелей, наряду с этим есть ножи с проверенным качеством, значит, вот, у меня есть вот такой вот нож, значит, видите, здесь у нас завод кондратов силовачи, да, и курица, да, такая сверху, вот, значит, иметь герб на ноже, это надо было заслужить, это как у нас знак качества госприемка, да. На обратной стороне у нас тоже три курицы написано, за выставку 1882 года. Вот, да, видите. Нож 16, 165 миллиметров, ширина клинка у нас 27 миллиметров, толщина клинка 4, довольно такая сталь, всадной монтаж, ручка мореная, ручка, скорее всего, что заменена, понятно, что если ножу больше 100 лет, то естественно, он, как бы, какой-то там реставрация была у нее. То есть, вы поняли, 16-17 сантиметров, щучка острая, ну, наряду с этим, также известна, очень популярна была у народа обычная финка, финский нож, то есть, Финляндия была в составе России, и такого плана ножи стояли, как хозбыт нож в морском флоте, весь 19 век, начало 20-го. Здесь у нас, вы видите, такая маленькая, как коронка, коронка это как знак приема, то есть, проверено, то есть, императорским двором, что качество соответствует металла, можно им пользоваться на флоте. То есть, опасный острый нож, в то время, как вся Европа уже, то есть, Англия, Америка и Европа пользовалась уже ножами вот с такой формы, чтобы не было никаких эксцессов, да, вы помните, есть выпуск по ножам морским, если вам интересно, посмотрите. Это нож Шеффилда, который тоже с 19 века складной такой производится, в таком вот составе он и продается, и стоит, как оборудование сопутствующее на судах, чтобы не было ничего опасного, соответственно, такой вот у нас ножик и лезвие небольшой, затупленный конец, то все корабли российские снабжались ножами такого плана, хозбыт. И, естественно, солдат, приходя, моряк, приходя домой, с таким ножом, поняли, да, это самый шик считалось, вот, и именно такие засапожные ножи были распространены очень и во времена революции, послереволюционные советские времена, которые тоже в сапог, опять же, было удобно, за вот эту шишечку и вынимать было удобно, соответственно, да, и пользоваться было удобно. На уровне этих ножей, значит, выпускался еще нож саперных войск НКВД. Он по форме был фактически, как вот этот вот нож Кондратова, да, то есть, единственное, что на ручку одевался у нас резиновое специальное, чтобы не скользило чехол такой, и ножны были резиновые. Назывался он нож саперных войск НКВД или нож водолаза-спасателя, 1937 года, опять же, завод Трудвача. Вот, ну, всем известный нож Армейский, НА-40, тоже ЗИК, ЗИК, НР-43. Не очень, как бы, удобно было его в сапогах, как бы, хранить, да, вы поняли. Он, как бы, больше поясной был, но тоже, как бы, носили, то есть, тоже можно назвать его засапожным, соответственно, да. Вот, если вы введете в поисковик нож за сапожный немецкий, то у вас вылетит тут же нож Пума, то есть, сделанный еще в Первую мировую войну и прошедший, отлично, Вторую мировую войну, покупавшийся военнослужащими немецкими за свои деньги, то есть, он, как бы, не стоял на вооружении, но очень был популярный. И он, опять же, был за сапожным ножом, считался, для меня было удивительно узнать это, что он за сапожный нож, соответственно, всегда считался его поясным. Ну, вот, почему-то его называют немецкий за сапожный нож, да, поняли. После войны, или перед войной, буквально самое, очень много заключенных было и распространился нож финского типа, опять же, как эта финка тоже, но с наборной ручкой. Назывались такие ножи Ирка. Почему Ирка? Значит, вы видите, да, вот так вот, видно, буква И здесь. И аббревиатура Ира, это «Иду резать актив». То есть, такой нож, если вы помните фильм «Место встречи изменить нельзя», то именно такой нож получил главный, один из героев фильма в начале фильма. «Грудь», как бы, драматизировать, да, этот фильм. Ну, вот, в общем-то, и все, что я вам хотел рассказать в этом выпуске. Как бы хотел сделать выпуск более большой, широкий. То есть, хотел рассказать там, назвать «ножевые ножи», и рассказать там, начиная со «Скинду», потом «Ножи Гауччо», потом, то, что сейчас на «Берцах» носят привязанный такой маленький ножичек. Вот, кстати, пытался купить этот ножик, взял его, посмотрел, ну, какой-то кусок иголки там вообще, ну, не имеет, ну, это не оружие, это ничего, это какая-то бутафория, и отдал, короче, посмотрел, покрутил и отдал. Вот, то есть, вот этот вот, эволюция этого ножевого ножа, вот, ну, ситуация такая, что, вот я смотрю, что реально никто большие видео не смотрит. Тем более, у меня есть отдельное видео про «Скинду», про «Дирки», очень интересное, если вы не видели, рекомендую посмотреть обычаи шотландцев, ирландцев, вот эти вот, опять рассказывать, вставлять, потом это, и так пишут, что у вас там «Ножи» из выпуска, выпуск переходит. Ну, я как бы хотел, как бы, обобщить что-то, рассказать вам новое, что-то узнаю постоянно. Очень, кстати, люблю ваши комментарии, это источник для новых тем, которые возникают, да, вот, узнаю то, что я не знал, пишите, всегда рад, отвечаю, общаюсь с вами. Добра всем, мира, ваш Сергей Никулин.